Пару недель назад на канале небезызвестного Сталкера вышло видео со сравнением различных аудиокарт стоимостью примерно от 20 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Это было слепое тестирование, звукорежиссеры, которые слушали все это дело, в итоге вынесли вердикт, что разницы никакой нет и звучит все абсолютно одинаково. Я сразу скажу, я смотрю Сталкера, с уважением к нему отношусь, но с некоторыми выводами я бываю порой не согласен. Поэтому мы решили провести свое подобное тестирование. Это был слепой тест. Мы использовали также кнопочку, которая позволяла переключаться между разными звуковыми картами буквально одним кликом, как и он. Мы использовали два компьютера, к которым были подсоединены две звуковые карты разные. Мы поставили одинаковые настройки качества звуковых трактов. В общем, свели к минимуму все возможные факторы, которые могут как-то повлиять на звук. Самое главное, мы с помощью моей бинуральной головы выровняли уровень звука одинаковый на минус 6 дБ, чтобы не было такого, что одна звуковая карта звучит громче, чем другая. О чем, кстати, говорил Сталкер. Говорят, что аудиофилы часто читырят. Таким образом выставляют где-то чуть побольше громкости. Таким образом, это будет казаться, что будет лучше. Нет, на этот вопрос нивелировали. И таким образом сравнили две звуковые карты. Одна из них Moto M4 полупрофессиональная за, ну, грубо говоря, 30 тысяч рублей. И вторая уже аудиофильская, такой комбайн. Точнее, это не комбайн, а комплект из ЦАПа и усилителя. SMSL SP400 усилитель и SMSL M400. Общей стоимостью все это дело, ну, примерно 150 тысяч рублей. То есть сравниваем 150 тысяч против 30 тысяч. Я пригласил своих друзей, которые вместе со мной все это дело провели тест. Полная версия этого теста, только с вырезанными, ну, тишиной, по сути, выложена на мой второй канал. По ссылочке ее можно всем желающим посмотреть. Здесь я вам покажу несколько фрагментов из него. И самое главное, это выводы. Но прежде чем смотреть выводы, если вы хотите сохранить интригу, все-таки посмотрите тот ролик в описании. Вот, но и мы приступаем уже со спойлерами. Снова кажется второй. Сейчас ты выбрал второй, да? Показываю. Номер два. Аудиофильская звуковая карта. Красный провод. Не знаю, видно, не видно, но вот. Еще одну песню давай. Давай. У нас два-один в пользу аудиофильской карты. Металлику пойдет? Да. Леха, свали, блин. Ха-ха-ха. Я не буду снимать, но он любил. Попадай. Попадай. Кто-то больше нравится. 51. Единичка, красный провод, аудиофильская карта. Сорян, что Тру и Титю, у меня очень больно. И последняя, да? У нас. Ой, я же Плотик начал уже. Да, я готов. Мне хочется прям на всю врубить ее. Попадай. Не могу вообще определиться. Что там, что там охрененно звучит, но я определиться вообще не могу. Ну что там, что-то горет. Ну что? Стоп. Нет. Мне кажется, ничего. Я определиться не могу. А у нас там на металлические ничего было, да? У меня? Да. Да нет, у него, может быть, у Дениски. Я выбрал. На металлические было. Я выбрал. Давай я сейчас на всю громкость включу, а ты скажешь, какую ты выбрал. Не, на всю я включил. Не, подожди. А, у Леши было ничего до этого. Да, я профессионально выбрал. Что это такое? Двойка, профессиональная карта. Это больше нравится мне, да. 4-2. Ну, именно мне больше нравится это, конечно. Давай еще раз я попробую. Прям в разы. Прям. Именно вот эта Белоди нравится больше, да. Так, Лех, кто из них кто? Вот это твое. Это твое, да. А, вон, сейчас разница есть. Слушай, а ты в тех кто-то работаешь? Давай так, первая. Все вообще выбрали. Все выбрали, да. 3 из 3-х человек выбрали на этот третий. Металлика, 3 из 3-х человек, профессиональную карту выбрали. Независимо от наушников. Независимо от наушников. Первый вариант. Ну, сейчас было сложно. Трек, как-то вот он прям одинаково звучал. Ну, вот у меня тоже самое было. Останавливай. Ты меня в тюрьме, я не слышу разницы. Для меня вообще все одинаково играет. Ладно. Я тебя все равно люблю. Победила у нас аудиофильская карта, собственно, SMSL M400 SP400 со счетом 21 на 7, то есть разницей в 3 раза. Несмотря на то, что у меня тут были не звукорежиссеры, звукинженеры и так далее, а обычные, просто обычные люди. Все условия были соблюдены, у нас везде одинаковые настройки стали, уровень громкости выровнен. Вот этот самый переключатель был, то есть настоящий слепой тест, ни капельки не хуже, чем у сталкера. И тем не менее, обычные даже люди услышали вот эту разницу. И эта разница порой в некоторых треках была значительной. А в некоторых треках ее было очень сложно уловить. Пятым человеком на самом деле в тесте была даже моя жена, но после двух тестов она сказала, что я глухая, поэтому разницы вообще никакой нет. Я ведь продолжать не буду. Но тем не менее, все остальные, включая меня, эту разницу услышали. Лично я, как и большинство, кстати говоря, ребят, показал счет 5-2. То есть мы слушали 7 треков, из них 5 раз я угадал аудиофильскую карточку, что она звучит лучше. И 2 раза я сказал, что звучит лучше карточка полупрофессиональная, более дешевая. Так вот, какие еще здесь есть факторы, которые, на мой взгляд, сыграли не в пользу аудиофильской карты? Ну, во-первых, это то, что сам по себе вот этот вот переключатель, который мы используем, это с Алиэкспресс простая херовина, простите, за 20 баксов. Как мне кажется, она все-таки может влиять на звук. Кроме того, мы использовали провода от обычных дешевых китайских наушников удлинительных для того, чтобы подключить джек-джек, грубо говоря, мини-джек-мини-джек. Вот, поэтому, на мой взгляд, это тоже могло сыграть роль, если в случае более дешевой карточки эта роль будет минимальная, в случае более дорогой карточки все-таки это тоже может быть бутылочным горлышком. Кроме того, третий момент, который тоже немаловажен. Спасибо, кстати говоря, огромное одному из моих подписчиков, не буду называть имя, но ты поймешь прекрасно, когда будешь смотреть этот ролик. Я тебя благодарен за то, что предоставил треки для этого тестирования. Треки были скачаны из дизера в максимальном для дизера хай-фай качестве, то есть большинство треков было 16 бит на 48 кГц и некоторые треки были 24 бита на 48 кГц. Но, тем не менее, вы же понимаете, что для карточки типа SMSL M400, которая поддерживает MQE и все навороты, вплоть до 768 кГц, такое разрешение, оно как бы просто детский лепень на самом деле. В то же время для Moto M4 это вполне рабочие частоты и вот здесь у нас происходит вот это самое несоответствие того, что в одном случае карточка работает далеко не на пределе своих возможностей. Кроме того, из 7 очков, которые получила более дешевая карточка, у нас есть несколько очков, которые, как мне кажется, можно оспорить. Ну, например, вот я сыграл, можно сказать, 5-2, то есть два раза я выбрал по качеству вот эту самую более дешевую карту. Почему? В одном случае это был обычный трек, там какая-то электроника была, в которой просто не было деталей, которые эту электронику позволяли, ну, как-то отличить от той же самой электроники, только на хорошей карточке. То есть большое значение имеет, какую музыку ты слушаешь, есть музыка, в которой само по себе качество, вот, музыкального материала, даже не качество записи или не качество кодировки, а именно самого материала, она не позволяет вот выйти за рамки того, что вот оно будет звучать примерно одинаково везде. Второй трек, который я не угадал, это был «Отель Калифорния» от Eagles, прекрасный трек, который я очень люблю, очень хорошо знаю, и, как правило, я его слушаю на стриминговых сервисах, и мы его качали в данном случае с Tidal, а вы знаете, Tidal, он поддерживает MQA, этот трек тоже поддерживает MQA, и вот этот софт, который мы качали, он его, естественно, не поддерживает. Таким образом, мы скачали, как бы, основной аудиопоток, а вот эта вся информация, которая должна анфолдиться и потом дополнять основной аудиопоток вот этими деталями, она, естественно, отсутствовала. То есть, у нас трек в качестве 24 бита 96 кГц весил меньше, чем такой же трек, только в качестве 24 бита 48 кГц, то есть, он был сильно обрезан вот этой самой прогой, с которой мы качали. И, таким образом, более дорогая аудиофильская карточка, она не нашла там никакого аудиосодержащего MQA данные и отыграла его, ну, не так, как должна. То есть, уже, как бы, два очка оттуда можно спокойно отнимать, потому что условия были не в пользу более дорогой карты. Третий момент, это в том, что еще два очка другие люди приписали более дешевые карточки, только потому, что слушали это Металлику. А вы знаете, если смотрите мои ролики, я не раз говорил о том, что мастинг треков Металлики, как правило, сделан таким образом, что там применяется очень сильная компрессия. И эта самая компрессия, она убирает большинство деталей, заставляет Металлику звучать примерно одинаково везде. То есть, и на пылесосе, и на аудиофильской карточке Металлика будет звучать плюс-минус одинаково. Это хорошо для тех, кто использует, ну, любит Металлику слушать на дешевых устройствах. И, конечно же, это плохо, которые будут, люди, которые обладают дорогими устройствами, будут слушать Металлику на них. Потому что вот это все очень сильно выравнивается благодаря такой вот незатейливой обработке треков самими звукорежиссерами Металлики. Ну, вот такая данность, я об этом не раз уже говорил. Таким образом, вы, опять же, все-таки, если даже не решились посмотреть тот ролик, он очень сильно урезан, там, тишуну я все убрал. Только там, где мы прикалывались, где мы говорили свои выводы, где идет какой-то экшон, все есть по ссылке, можете посмотреть. Ну, и выводы следующие. Все-таки разница между звукомыми картами есть. Мы это доказали в абсолютно честном, слепом тесте. Мы обязательно этот тест еще повторим и попробуем сравнить что-нибудь типа встроенной звуковой карты с каким-нибудь USB-свистком или еще что-нибудь придумаем. То есть, на самом деле, формат интересный, мы его будем повторять. И я думаю, что мне удастся несколько развенчать вот это вот, то, что часто вещает, к сожалению, сталкер, что все звучит одинаково и заморачиваться вообще не стоит. Разница определенная есть. Она не настолько значительная, чтобы это коррелировалось с разницей в стоимости, но, тем не менее, эта разница есть. И опытный человек или просто любитель музыки с хорошими наушниками ее всегда будет слышать, что мы, собственно, сегодня и доказали. Ни в коем случае не хочу Старкера, повторюсь, его регулярно смотрю, уважаю и так далее. Но, к сожалению, не все его выводы иногда бывают параллельными. Ну и, может быть, не всегда звукорежиссеры как-то вот адекватно воспринимают материал. К сожалению, этого я уже не могу знать, это уже человеческий фактор. Мне бы, конечно, было очень интересно попригласить его сюда. И с ним, с его ребятами тоже что-нибудь сделать. Но, к сожалению, мы живем в разных городах и какое-то ближайшее, по крайней мере, время это, наверное, невозможно. Но, в то же время, имей, пожалуйста, в виду, что будет возможность, будешь где-то в Москве, пиши, звони, с удовольствием с тобой что-нибудь сделаю. Такие дела. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Пишите комментарии. Мне очень интересно все, что вы думаете. Мы с вами еще увидимся. С вами был Михаил. Пока.